Всем привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы начинаем проходить игру под названием Teenage Mutant Ninja Charles Battle Nexus. Вторая часть нашей замечательной игры. Первую часть я недопрошел на 100%, но я буду продолжать проходить... Ого, вот это да! Я буду продолжать проходить Черепашки Ninja первую часть игры этой, но также буду помимо этого проходить Battle Nexus, друзья! Для тех, кому уже, честно говоря, надоело Черепашки Ninja, Part One, то есть Teenage Mutant Ninja Charles первая часть. Кому она надоела новые привлечения, вот эти... Первый сезон просто. Я буду проходить Battle Nexus, это уже второй... Это второй сезон этой игры. Ой, это игры, боже, этого мультфильма, новых включений. А Черепашки Ninja первая часть, это по первому сезону. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, начнем. Кто играл в Battle Nexus, тот, наверное, знает, что такое Battle Nexus. Давайте начнем. Так, новая игра, нажимаем. Здесь можно играть четвером, если у вас есть три геймпада и одна клавиатура. Выбираем Леонард Рафаэль Микеланджо Донателло. Здесь можно переключаться во время игры. И давайте посмотрим кассцену. Я Леонардо. Вы спросили, что здесь находится. Строение у подножья. Дворец нашего врага. Злого Шреддера. Того самого Шреддера, который, боясь Хамата Йоши, заманил нашего сенсея, мастера Сплинтера, в ловушку. Это связало судьбу Шреддера с нашей. Как вы могли догадаться, дорога сюда была нелегкой. Мы ранены, а наш хозяин тяжелее всех. Мы не можем оставить хозяина в таком состоянии. Но у нас нет выбора. Мы должны двигаться дальше. У нас только одна цель. Победить злого Шреддера. Ну что ж, друзья. Прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк под этот ролик. Обязательно. Ну, ребят, пожалуйста, поставьте палец вверх. Просто нажмите на кнопочку лайка. И будет все здорово. Не забудьте подписаться на мой канал. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых роликах. Также добавляйте меня в друзья вконтакте. Потому что всех друзья вконтакте добавляю. Ссылка есть в описании. Также ссылка на мой инстаграм. И на группу вконтакте есть в описании. Не забывайте это делать. Будет, в принципе, здорово. И, ребята, оставляйте свои комментарии. Потому что комментарии с прошлого ролика у вас будут в следующей серии на экране. Поэтому оставляйте свои комментарии. И вы будете попадать частенько в комментарии на ролике. То есть я буду вот здесь вот вставлять комментарии в ролик. В начало ролика. По Battle Nexus и вообще по другим прохождениям черепашек ниндзя. Ладно, поехали. Так, я там ничего еще не прочитал. Это обидно. Управление я поменял. Но, блин, я выключил игру и опять включил. Я теперь не помню управление. Как это иметь персонажа? То я не помню. Ага, шифт это иметь персонажа. Фиговенько. Фиговенько управление сейчас. Но я потом его переставлю. Так, здесь можно вот так вот по-быстрому пройти. И давайте прибьем эшиловов. Берем, короче, просто подкат Леонардо. И можем бить кого угодно подкатами Леонардо. Но, в принципе, это не всегда выгодно. Поэтому лучше вот так вот делаем. Далее. При прыжке прыгните еще раз. Пока касайтесь стены. То есть мы прыгаем сюда. Сюда. И вот так прыгаем. Это не так уж сложно. Берем антику. Это у нас такой сундучок. Антика это уэйприл. Там вы будете увидеть всякие прикольные штучки. То есть там картинки. Точнее не картинки, а как артефакты. Там будет их описание. С помощью Леонардо можем здесь пробить клетку. Либо подката. И также нам дали, кстати, красный кристалл. Это зеленый кристалл. Хорошо. Зеленый кристалл это защита. А красный кристалл это у нас... Что у нас? Вроде бы... Кстати, у нас походу легкая стоит сложность. Ой, нормальная точнее. Блин. Сложность я не поменял. Так. Ящики тяжелые может передвигать Рафаэль. Так. Так, здесь насколок. Околок, кстати, восстанавливать здесь очень много. Не то, что в первой части. Так. Блин. И так сделал. Окей. Здесь, кстати, чуть-чуть тяжело подниматься. Поэтому я не знаю, получится ли у меня подняться или нет. Попробуем. Получилось. Ничего, если со второй попытки. Так. Здесь, кстати, ранжи кристалл. Так. Блин, я не могу поменять персонажа, я забываю. Так. Надо поменять мое привычное управление. Так, дальше. Вот это бластер. Бластер для Донателло, который, если мы не возьмем, то мы не сможем пройти этот уровень. Я уже пытался не брать его, и у меня просто уровень этот не проходился. Поэтому его надо обязательно брать. Так. Вот этот вот беленький кристаллик, это бесконечный сюрикен у вас будет, пока действует этот кристалл. Так, там у нас, кстати, пицца. Здесь у нас в этой игре всего два... Как его называется? Два источника восстановления хп. Это пицца, конечно же. И кола. Кола восстановлю здесь очень много, прям как бургер, наверное, в первой части. Наверное, так как-то. А так здесь намного больше, намного больше всяких комбо, которые мы будем собирать на протяжении игры. И враги здесь тоже очень даже неплохие. И мы можем идти здесь куда угодно, когда хотим. То есть можем когда угодно уходить. Пройдено, отлично. Мне сейчас выдадут фиговенькую цинку. Антикапучно. Здесь вот такие вот всякие есть данные. Всякие сколько времени, сколько осталось сил. И вот наши личные успехи. Это у нас такая вот небольшая доска почёта, типа. Нам дали B. Почему нам дали B? Так, подождите. Сначала мы посмотрим. Получен доступ к второму кругу из дома. Получен доступ к турниру. Ну и всё. Итак, друзья. Теперь я открою вам огромнейший секрет для тех, кто впервые играет в эту игру. Все дела. Короче. Как же в этой игре получить большие оценки? То есть, например, S или всякие вот такие вот огромные оценки. Для этого мы заходим в опции. Заходим в настройки и выбираем сложность. Самую сложную. Типа, да, будет сложно, но зато будет круто, здорово. Далее, я, пожалуй, управление поменяю. Потому что для меня привычное управление чуть другое. Вот не знаю, но у меня вот такое так R здесь. Подкат это у меня shift был. И по мне персонажа это C. Всё, больше ничего интересного. Просто вот так вот два поменял. Всё, поехали. Далее крыша, эпизод 02. Вот такой вот здоровский уровень. Кстати, неплохо выглядит. Поехали. Так, сюрикены. Отлично. Нифига себе. Вот это вы сильные ребята стали. По сравнению с прошлой частью. Так. Теперь я могу зато очень быстро менять. Блин. Так, тихо. Давно, кстати, в эту игру не играл уже. Пора бы. Давай покажем на 100 способных настоящих идей. Поиграть в эту игрушку. Здесь... Ой, блин, чёрт. Нечаянно разбило. Забыл, что здесь ТНТ. И здесь у нас, ребята, Антика. Забираем. Я почти на всех уровнях, помню, где Антика находится. Это... Бабах огонь. Огоньком. Так, заберём, пожалуй, там у нас была еда. Сюрикены. Здесь у нас кристаллик. Так, осторожно, блин. И ударяем. Отлично. И, думаю, всё, можно заходить к нему прямо в здание. Смотрим видосик. Похоже, никто не говорил, что это будет легко. Легко? Ни в коем случае. Разве что, если мы приложим руку. Мы? Как в ссоре? Клоны Стражей, здорово. Мы будем наблюдать за этими парнями. Спасибо. Оставьте Ширадаранам. Они руками дерутся, странно очень. Я никогда не думал, что вы выживете. Чего ты ждёшь? Приказа. Ты всегда самый находчивый Леонардо. Не знаю, каким образом ты выжил после нашей последней встречи, но на этот раз я тебе гарантирую, что ты не останешься в живых. Да? Это настоящая гарантия. Что ж, мы против Хана. И, друзья, в чём прикол? Вы думаете, что ж происходит? Мы же в прошлой части завалили Шредера. Друзья, дело в том, что вот это сейчас у нас что-то типа приквела, или как там это называется? Пролог. То есть, это то, что было до того в первой части. Нам сейчас показывают вот это. То есть, неплохо, да? Так, давайте. В принципе, сейчас можем... Хотя можем в конце бонуса собрать всякие. Так. Хан, в принципе, несложный. То есть, вы могли наблюдать, что в первой части он... А, вы ещё не наблюдали. В принципе, на моём канале. Но, если вы знаете то, что в первой части Хан очень сложный, это я вам, ну, типа, говорю, потому что вы должны знать об этом. Потому что реально Хан очень сложный в первой части. В этой части он сейчас очень лёгкий. То есть, да. Так, подождите, блин, не тот персонаж. Что ж такое? Так, тихо, 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 братан. Так, сейчас снимем это. Зелёный кристаллик давайте возьмём. Так, чё-то ты слишком наглый. Так. Можем всеми черепахами сразу сыграть. Мне дадут сейчас за этот уровень S. Потом я, кстати, перепройду уровень этот... Первый. На букву S. Потому что, чтобы было красиво, ребята. Потому что я забыл сложность включить. Хотя нет, я её включил, но вышел из игры, чтобы проверить звук. И, короче, когда я вышел, у меня оно опять обнулилось. Не знаю почему. С чем это связано. Кстати, меня почему-то пролагивает FPS. Почему я не знаю. Так, тихо. Сейчас я планирую. Сами знаете, что сделать. Блин! Какого хрена? Отлично. Откуда здесь свет проходит? Мне интересно, если сейчас ночь. По сути. Смотрите, здесь свет как будто проходит, видите? Только сейчас заметил, за всё время игры в эту игру... Ай, ты чё? Гун. Почему гун, ребята? Секрет весь в том, что на английском он пишется как хун. То есть, хэ и буква у и буква н. Буква хун, просто типа слова хун, хан. И наши русские... Точнее, не русский даже, наверное, тоже это не русский. Хотя, не знаю. Короче, они где-то перевели как гун, а не хун. А не хан, точнее. Как это должно читаться? Вы, наверное, ничего не поняли, но ладно, неважно. Еее, мы прибили в 3D анимации хана. Отлично! Вещь 100%. За 3 минуты мы прошли. Получили 2 кристаллика. Не понял, почему оценки такие хреновые. Возможно, мне не дадут оценку эсо. Возможно, эй, ладно, пофиг. Если что, пройду, потом. Блин, эй, какого хрена? Ладно, неважно. Сейчас нам дали компьютер. И добавили бонус материал. Отлично. Мы все должны соединить наши силы. Вы сделали это. Вы победили Шредера. Этим стоит гордиться. Почему они все одинаковые? Типа анимацию было лень делать, сидела, но все равно. Зачем? Куда исчезли стражи? Они всегда так делают, никогда не прощаются. Ужиб из мультиков вырезали, серьезно там, где стражи были. Они сами рисовали. Вот, вот это вот вырезали бы просто во большей, и все. Я не понимаю. Я оставил его вот здесь. Он был не в состоянии двигаться. Как же он исчез? Парни, мы не можем оставаться здесь. Нужно идти. Донни, вертолет. Что ж, ребята, что ж, ребята. У меня, кстати, компьютер жужжит. Надеюсь, вы этого не слышите. Но он жужжит. Ну что ж. Думаю, что на этом стоит заканчивать. Наша карта огромная. Нам еще предстоит много чего. В следующей серии пройдем TCRI. Здание. Здание утромов. Сами понимаете, сами знаете. Если что, турниры все будем проходить чуть позже. То есть, вот наш домик. Компьютерный бонус два раза. И турнир. То есть, мы будем турниры проходить в самом конце игры. То есть, все четыре турнира пройдем. Вот как-то так, друзья. Вот это вот мы пройдем. Байки подземелья. Мы пройдем после того, как вернемся вот отсюда. Так что все будет здорово. И думаю, на этом уже стоит заканчивать. Обязательно подписывайтесь на канал, кто до сих пор не подписался. Обязательно ставьте лайки на данный ролик. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. И добавлять мне в друзья ВКонтакте. И делиться этим роликом со своими друзьями. Потому что, если вы поделитесь, то очень будет круто. Ну и пишите комментарии. Потому что тогда вы попадете в следующий ролик. На этом все, друзья. Всем удачи. И всем пока-пока.